Сегодня независимые оценщики начали обход домов по Скисской, где неделю из-за порыва магистрального водопровода пострадали несколько подворий. Жители рассчитывают на десятки тысяч рублей компенсации за затопленные подвалы. Тайра Читаев узнал, водоканал платить готов, но только после заключения экспертизы. Я вот эту соленину всю повытаскала, взад вперед таскать ее. Есть смысл? У нее нет? Баба Нина едва сдерживает слезы после визита комиссии по оценке ущерба. Убытки от ночного наводнения эксперты посчитали незаслуживающими компенсацией. Хотя бабушка уверена, ее страдания и потери никак не дешевле 50 тысяч. А вообще не оценили. Сказали, ну что, затопило и высохло, все нормально. Все, больше ничего они не оценили. Неделю назад ночной порыв магистрального водопровода стал бедствием для жителей нескольких домов частного сектора. Затопило дворы, септики и подвалы. Один из пострадавших, Валерий Чилидзе, свои убытки оценивает в 30 тысяч рублей. Но коммунальщики с ним не согласны. Они дали только обогревателю, чтобы высушить подвал и все. Больше даже не заглянивать отсюда. Вот и все, пропали. Сказали, что высушите и пользуйтесь. Но смешно, конечно. Собственник прогнившей трубы, горводоканал, от выплаты компенсации не отказывается. Но настаивает на точной оценке ущерба. Сейчас мы заключили договор с независимой оценочной структурой, которая будет проводить независимую оценку. Вот не далее, как сегодня. Они уже там будут работать сейчас, во вторые половины дня. И, соответственно, оценивать тот ущерб, который конкретно домостроению, владению какому-то там, гаражу, там, погребу и прочее, прочее, прочее. Ну и, соответственно, все то, что пострадало. Обход пострадавших оценщики только начали. Результаты будут через несколько дней. Если стороны к согласию по размеру компенсации не придут, то доказывать свои убытки жителям придется через суд. Таира Читая, Светлана Панина. Новости. Седьмой телеканал.